41 выпускник школ Верхнесалденского городского округа стали первыми, кто открыл череду экзаменов государственной итоговой аттестации для 11-ти классников в 2017 году. 29 мая они продемонстрировали полученные знания, ответив на вопросы ЕГЭ по двум дисциплинам – географии и информатики. Первоначально этим двум предметам отдали предпочтение 62 человека, но так как экзамен по выбору, в конечном итоге географию сдавали трое и 38 – информатику. Все как всегда. Все, кто попадает в пункт проведения экзамена, проходят проверку металлодетектором. У выпускников с собой только паспорт, ручка и непрограммируемый калькулятор. До бутылка воды. Но в аудиторию она не попадает, остается в коридоре. На регистрации номер рабочего места в строгом соответствии со списками распределения. Действия в аудиториях фиксирует система видеонаблюдения. Трансляция на монитор в штабе пункта проведения экзамена и в Центр обработки данных в реальном времени. На экзамен по информатике выпускникам выделили 3 часа 55 минут, на географию на 55 минут меньше. В принципе, основные задания были такими, какими мы их знаем и видели и готовились к ним. Но в этом году поменяли 26 задание. Оно вызвало трудности, поэтому я его, скорее всего, не все решил. Для меня это запасной предмет. Если я плохо сдам физику, то я пойду куда-нибудь в информационную технологию. А вот Степан Шевченко делает ставку именно на информатику. Сам экзамен был нетрудный. Ко всему нас подготовили. Все было ожидаемо. Единственное, нам дали задачу, которую мы не разбирали. Но она появилась в интернете за день до самого экзамена. И те, кто хотел хорошо написать, они успели ее разобрать. Я ее тоже успел разобрать, посмотреть. Это была 26-я задача во второй части. Я хочу поступать в УРФУ на программную инженерию. Туда надо набрать, чтобы поступить точно. Около 230 баллов. Информатику надо написать в среднем 75 баллов где-то. Не меньшей популярностью информатика пользуется и у девчонок. Не тянет к числам, к цифрам. В информатике этого много. Это решила. Считаю, что сейчас более актуально идти в технические вузы, более оплачиваемые профессии. И Диана, и Евгения планируют, что их будущая профессия будет связана с информатикой. Многое зависит от результатов ЕГЭ, который будет известен 14 июня. А 31 мая и 2 июня 11-ти классников ждет не менее сложный и на этот раз обязательный экзамен по математике. Ни пуха вам ни пера, ребята!